МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это тот опыт, который может тебе пригодиться в жизни. И поэтому вот эта вся идея с созданием обновленных библиотек, мы уже попробовали сделать одну взрослую, как модельную, мы вот открываем сегодня эту детскую. Для меня это очень большая радость, потому что это на самом деле труд двухгодичный, потому что подготовка концепций, эскизов, обсуждение многочисленных с библиотекарями, с общественностью, с художниками, с дизайнерами, это на самом деле огромная работа. У нас такая большая, 10-летняя, если хотите, 15-летняя программа. Вот по осовремениванию библиотечного пространства. На самом деле это уже то, что здесь сейчас делается, это очень большое дело. И несмотря на кризис, мы заложили в бюджете края средства на то, чтобы в следующем году, то есть вы теперь уже в нынешнем, в 16-м, продолжить эту тему. И заложены новые средства. И в ближайшее время Министерство культуры края объявит конкурс на отбор тех библиотек, которые войдут в эту программу модернизации. Для нас очень важно, понимаете, не просто стены покрасить. Вот мы сейчас хотим из тех библиотек, где уже происходят эти изменения, создать свою такую ассоциацию библиотечную, новых библиотек, чтобы обсуждалось, как работать с современным читателем, что нужно сделать, что нужно изменить, как это все должно стать и красивым, и современным, а значит, это и есть пропаганда чтения. Нужно продолжить и масштабировать проект модернизации библиотек. Действительно, одно из таких конкретных проявлений работы последнего времени. Это, на мой взгляд, очень своевременно и очень необходимо. Я всегда в последние годы с очень таким большим волнением и более рассматривал ситуацию в библиотеках. Вроде умом понимаешь, что без книги, без библиотек нельзя, а как туда вдохнуть новую жизнь, как исключить формальный такой подход, что библиотека есть, а читатель уходит, вот это было очень непросто. И мне кажется, вот этим вполне конкретным проектом мы нашли достаточно системное решение вот этих многих проблем, которые копились десятилетиями. Количество читателей увеличилось в разы. В несколько раз увеличилось количество читателей. Более 6 тысяч новых читателей появилось в библиотеке. И если в том случае мы ориентировались на опыт, который был привнесен из Москвы, мы изучали московские опыты, коллеги-руководители библиотечных учреждений как раз занимались этим вопросом, и мы опирались на опыт города Москвы. Но когда речь шла о детской библиотеке, то здесь опыта такового не было, и, наверное, в этом отношении Красноярск является родоначальником нового подхода. Хотелось сделать так, чтобы библиотеке было интересно юным читателям. Здесь помимо того, что есть стеллажи с книгами, есть еще лаборатории. Здесь есть сценическая площадка, кинозал для того, чтобы можно было бы смотреть фильмы или делать любительские постановки. А что очень важно, библиотека носит имя Сергея Владимировича Михалкова, и здесь большое собрание раритетных изданий Сергея Владимировича. И я рассчитываю на то, что эта библиотека будет в том числе и неким таким кладезем, где будет прикосновение к этому историческому наследию.